Господь Иисус Христу 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 продолжаем их любить и что-то делать для них и заботимся о них да и точно так же я сижу и я понимаю что хранила меня все эти года это божья любовь и я начал отматывать назад и почему я сегодня проповедую говорю что благословение божье она намного больше чем ты его представляешь себе или когда-то представлял я помню я отмотал свою жизнь на эти девять лет назад и я вспоминал я вспомнил этот момент когда тебе поставит адиагноз когда он уже подтвердился когда уже еще раз подтвердили метастаз уже в лимфоузле то есть когда все это у когда ты вся была ясная такая картина я начал вспоминать о чем я молился господу как вы думаете что я просил у бога я просил жизнь я просил жизнь и я молился игры господь да не просто же я не молился дай мне там машину хорошую я не молился там еще о чем-то дай мне может быть там куда-то съездить да дай мне какой-нибудь костюм или еще какие-то я не говорил больше ни о чем я просто говорю пожалуйста я так хочу я то я то я прошу тебя просто дай мне жизнь и сегодня сказали одно место из писания где иисус сказал я пришел чтобы дать жизнь да но мы забываем там продолжение этого стиха он говорит и дайте что еще он хочет дать не просто тебе жизнь видите я вспомнил тогда 9 лет назад как я молился я говорю господь просто только дай мне жить но бог пришел его когда приходит божий ответ этот ответ он всегда больше чем мы просто его представляем потому что бог ведь знал что если я буду просто же если у меня будет это жизнь то у меня еще будет много разных нужд правда или нет друзья ведь когда мы живем когда мы живем у нас есть еще и другие молитвы правда или нет как вы думаете после того как бог не дал жизнь о чем-то я еще просил его или нет ведь тогда мне казалось если бы только бы вот это то это было бы все это это вверх о чем я мечтаю это был казалось мне казалось бы это все это просто это мечта моя это самое мое большое желание мне больше ничего не нужно будет кроме этого но вы знаете наш бог он настолько велик он настолько всемогущий мне кстати иногда мне кажется если бы мы могли бы знать его до конца мне кажется многие наши молитвы они просто изменились бы в своем содержании если бы мы знали его до конца если бы мы понимали до конца кто мы сегодня для него и кто им и кем является наш бог он творец этого мира он царь царей он бог богов он владыка он он создал по одному его слову он создал все человечество а ты сегодня его дитя и иногда слово божье она напоминает нам а нашего а нашим кто мы во иисусе христе она говорит что мы его дети мы царственное священство представьте наш небесный отец он самый он глава всего что он есть на этой земле то что мы видим это чего мы не видим представьте сегодня в какого бога мы верим поэтому друзья я думаю что каждый из нас как в какие-то моменты жизни он переживал когда ты просишь о чем-то даже небольшом но тебе кажется это очень много но когда приходит божий ответ твою жизнь то что ты просила но просто становится вот во всем и там божьем ответе в этом большым огромном благословении то что ты просил то что ты просил у бога но становится лишь просто маленькой маленькой частью от того что на самом деле благословил тебя господь аминь лет может кто-то сказать Илья один сегодня в этом зале. Я верю, что сегодня многие из нас, они переживают. Вы помните историю о Захее? Он был мытарь, да, он собирал там налоги. И что, о чем мечтал Захей, друзья? Он мечтал, что он мечтал, какая была мечта? Он мечтал увидеть Иисуса Христа. Просто увидеть. Но знаете, чем закончился день? Иисус сидел у него дома. Когда тысячи, сотни людей, они мечтали. Это был самый апогей служения Иисуса Христа. За ним столько следовал людей. И было очень много праведных. И кто много пожертвовал. И кто много договорился. И кто много там направлял его по дороге. И кто-то нес его сумку. И все мечтали, чтобы Иисус пришел к ним домой. Но представьте, одно желание Захея. И он сказал в своем сердце. Вот бы мне, вот бы мне увидеть этого Иисуса. И люди не дают, и он залазит на дерево. И вы помните, что происходит? Иисус приходит в его дом. И Захей не просто получает встречу с Иисусом. Потому что встречали многие Иисуса Христа. Написано, пришло спасение. Господь говорит, ныне пришло спасение дому сему. И казалось бы, Захей мечтал лишь о встрече. Но с этой встречей он получает дар спасения в своей жизни. Аллилуйя, друзья. Это так действует наш Господь. Очень много историй. Очень много историй. И одна из историй, помните, Марфа и Мария. Их можно перечислять. Когда уже умер Лазарь. И как бы Иисус опоздал. И когда Иисус приходит, уже с опозданием. Если вы внимательно почитаете эту историю. Вы увидите, что Марфа и Мария. Они уже смирились со смертью Лазаря. И они были, они не осуждали Христа. Они просто лишь сказали, если бы ты был здесь. Мы точно знаем, он бы не умер. Ну и тем самым они говорили, что, ну слава Богу, что ты сейчас хотя бы пришел к нам. И мы будем иметь утешение. И они уже смирились, что брата уже не вернуть. И вот этот, и приходит Иисус, их друг. И они принимают его. Но что происходит с ними, друзья? Лазарь, он воскресает. Это так делает наш Господь, друзья. Посмотрите, благословение Божие, оно гораздо больше, чем ты и я представляешь его. Друзья, как мне иногда, как я сожалею о людях, которые пришли в церковь с какой-то нуждой. Я знаю, что сегодня многие люди приходят к Богу через нужду. Я не понимаю, почему так нужно. Я не могу этого объяснить. Я проповедую сегодня своему племяннику, брат или племянник мой. Мы говорим ему о Боге. Он как-то бывал уже даже в реабилитационном центре. И мы говорим ему. Мы говорим ему. Он видит наши жизни, как Бог нас изменил. Что делает Господь. Но я не знаю, почему. Он сегодня не хочет отдать свое сердце Христу. И вот он ждет какие-то проблемы все время. И его, как знаете, дьявол, он же просто разрывает сегодня человека. И вот одна беда, вторая беда. И я все время задаю вопрос. Сколько нужно еще пережить разных ситуаций, стрессов, поражений, просто бед в жизни человеку, чтобы он пришел сегодня к Иисусу Христу и получил от него жизнь и жизнь с избытком. И я не знаю, почему некоторые люди приходят в церковь. Они имеют какую-то нужду. И нам кажется, что наша нужда, она как земля. Она такая огромная. Она самая большая. Она самая непобедимая. Ее невозможно пройти. И этот человек приходит в церковь. И он получает на нее ответ. И после этого он перестает ходить в церковь. Он оставляет Слово Божье. Он оставляет молитву. Он получил всего лишь небольшое. Для него это много. Но для Бога, друзья, это немного. Бог написан в Слове Божьем очень интересный текст. Мне очень нравится он. Мы сейчас вернемся к нашему основному месту Писания. И там написано, что здесь 1 Коринфянам 2 глава в 9 стихе. В 1 Коринфянам 2 глава 9 стихе. Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Аллилуйя. Я не знаю, здесь есть кто уже достиг этого места Писания, кто скажет, это уже было в моей жизни. Я думаю, что здесь нам всем еще много-много, но может быть какая-то строчка, она уже сбылась в твоей жизни. Но поверь, это место Писания, оно всегда будет, оно всегда остается, оно всегда работает, оно всегда, к нему всегда можно будет приходить, друзья. Это не разовое какое-то событие в нашей жизни. Всегда Господь будет благословлять, добоиться и показывать свою славу в нашей жизни. Итак, давайте расскажем Евангелие. Он открывает какие-то новые вещи, и я хочу делиться с вами. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 стиха. Симон сказал ему в ответ. «Поставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть, слава Господу». Мне очень нравится эта строчка. «По слову Твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его, и всех бывших с ним от того лова рыб ими пойманных». «Также Иакова, Иоанна, сыновей Завидеевых, бывшие товарищами Симону, и сказал Симону, Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков». Слава Господу, друзья! Друзья, посмотрите, о чем говорит эта история Петр и все те, кто были с ним. Они мечтали о рыбе, друзья. Они в тот день, в ту ночь, они все, они рыбачили, они занимались, это был их бизнес, это то, чем они заботились о своих семьях. И ничего написано не поймали. Вот если бы вы к ним подошли и сказали, что вам нужно, рыбаки, что бы вы хотели сейчас, с чем бы вы хотели уйти домой сегодня, после этой рабочей ночи, да я вам гарантию даю, они бы сказали вам, точно не про какие-то там желания, знаете, разные, не мобильный телефон, не еще что-то, они бы сказали, нам нужна рыба. Нам так нужна рыба. Нам нужна рыба, потому что мы ничего не поймали. Нам нужна рыба. И вы знаете, когда они сталкиваются с благословением Иисуса Христа, мне очень нравится, что в конец этой истории он говорит, что они не просто получают рыбу, они получают свое призвание, друзья. Они получают смысл всей своей жизни. После этой истории начинают, если вы почитаете дальше, они начинают следовать за Иисусом Христом. Друзья, Бог действительно желает отвечать на наши нужды, но Он не хочет, чтобы мы ограничивались в отношении с Ним решением только наших земных проблем. Друзья, Он хочет нас благословлять и духовно. Аллилуйя. Я так благодарю Господа, что сегодня я в церкви. И сегодня я понимаю, я смотрю на свою жизнь, я смотрю на будущее своей жизни, я понимаю, что оно связано не просто какими-то материальными вещами, оно связано со служением моему Господу. Потому что, когда я встретился с Богом, я не просто получил освобождение от каких-то грехов. Когда я встретился с Богом, сегодня я понимаю, я получил смысл всей моей жизни. Аллилуйя. Господу нашему. Друзья, я хочу сегодня просто говорить о некоторых моментах из этого местописания. Первое, о чем я говорил. Посмотрите, здесь написано, что... Откройте, пожалуйста. Ну, здесь также, обратите ваше внимание. Посмотрите. Сделав это, друзья, очень важно. Если мы желаем сегодня войти в благословение Божие, нам нужно делать то, что сегодня говорит тебе Господь. Нам нужно быть исполнителями Божьего Слова. Посмотрите, здесь написано в 6 стихе, они сделали это. Иногда мы очень много слышим обращения Бога к нам. Через проповеди, через Слово Божье, через проповедников в интернете. Читаем книги христианские. И мы слышим, как Бог обращается к нам. Но мы не всегда это делаем. Мы не всегда откликаемся. Мы не всегда то, что мы услышали, мы начинаем воплощать в своей жизни, друзья. Представьте только на минуту, если бы они сказали, а мы не будем этого делать, эта история, она бы не имела такого конца. Точно так же сегодня я понимаю в своей жизни, сколько раз я слышал, когда Бог стучался в мое сердце, и Он говорил ко мне какие-то судьбоносные вещи, через проповедника, через пастора, через советы мудрых людей. Но мы иногда игнорируем это, и мы не получаем того, что сегодня Господь приготовил для тебя и меня. Друзья, что еще я хочу, на что еще хочу обратить ваше внимание, друзья. Здесь написано, что они не смогли, когда они потащили это благосовение, которое Бог дал им, написано, сети, они разорвались. Я считаю, очень важный момент, вот это, почему об этом сказано. Я понимаю, сегодня это так, и я нахожу этому подтверждение в других местах Писания. Вот одно из них, это Луки, 12 глава, 18 стих. Я не буду всю историю зачитывать. Там, помните, когда был один, он был, урожая у него было много, он был фермер, да? Помните, да, ему Бог написано, дал, благосовел, дал очень много урожая. И он, что он сказал? Когда он получил огромное благосовение от Бога, он сказал очень интересную мысль, в Луки, 12 глава, 18 стих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро. Я сейчас не хочу говорить об этом человеке. Мы знаем, где его были ошибки, и почему, ну, почему так он это сделал, да? Я сейчас говорю о Боге, который благосовил этого человека. Я сейчас говорю о Боге, который желает благословлять нас, который желает не просто дать нам жизнь, но он желает и дать ее нам с избытком, друзья. И я хочу отметить одну вещь, что ветхими нашими сетями, с которыми мы пришли к Богу, ветхими нашими мышлениями, нашими привычками, нашей греховной сущностью, друзья, мы не сможем вместить в себя благословение Божие, мы не способны его принять, друзья. Поэтому иногда, понимаете, я понимаю одну вещь, иногда мы приходим к Богу, но мы не желаем меняться, мы желаем получить что-то от Него, но ты не хочешь оставлять свою греховную жизнь. Ты сегодня пытаешься со своими старыми сетями вместить в них новое благословение, которое Бог сегодня приготовил для тебя. Не получится, друзья. Они будут рваться. Почему важно? Почему нам придется разрушить то старое, друзья? Иногда, я думаю, многие из вас понимают, о чем я сейчас скажу. Люди приходят к Богу, встречаются с Ним, отдают свою жизнь Христу, и потом они говорят, что-то начинает происходить в моей жизни, и не совсем хорошее. Почему все начинает рушиться? Почему я пришел к Богу, чтобы пережить радость и благословение? Почему в моей жизни все начинает шататься? Почему в моей жизни не так, как я себе представлял? А я хочу сказать, это подтверждение этим всем местам Писания, друзья. Наша ветхая, оно должно разрушиться, чтобы на это место пришло новое и благословенное Богом, друзья. Невозможно. Иногда, знаете, мы просим какие-то благословения для своей жизни, и мы удивляемся, почему Бог не отвечает? Почему Бог не дает? А Он говорит, а у тебя есть ли готовые ангары? Куда ты будешь складывать? Готов ли ты вместить? Готов ли ты вместить в себя? Готов ли ты пойти дальше? Готов ли ты поверить? Готов ли ты сделать так, как ты никогда не делал раньше, друзья? Мы должны стать новыми. Бог говорит, я творю все новое, новое мышление. Он говорит, обновляйтесь, обновляйтесь, меняйтесь, читайте Слово Божье, обновляйся. Ты не сможешь быть ветхим человеком и вмещать то благословение. Поэтому для некоторых, для них и непонятно. Николай Александрович сегодня выходит и говорит, вера очень понятная вещь. А я понимаю. Кто-то сидит и говорит, вообще непонятная вещь. И где ответ? А почему, почему все время? Нету, где этот ответ? Один говорит, вообще ничего не понимает. Он говорит, вообще так интересно. А он говорит, да я вообще, я его спрашиваю, ты читал Библию? Да кого? Говорит, я начал там. Один родил другого. Говорит, вообще при чем тут мужчина, родил кого? Я вообще, говорит, в шоке. Это разве Библия, священная книга? Как понять, он родил, ну там, сегодня, знаете, еще же вокруг вот этого всего много ходит, толков. Я говорю, фу, да ты не с того, говорю, начал текст, а что я ему еще скажу? Я ему направил, говорю, ты начни там с других, потом тебе рановато, у тебя ангар еще не вмещает твой просто, твое хранилище твое, оно еще не способно, ты еще пока, тебе надо маленькими порциями, у тебя буточка пока такая небольшая, туда складываешь, и помаленьку, помаленьку, а со временем, однажды приходит момент, ты выходишь сюда и говоришь, вера очень понятная вещь, логическая. Кто-то сидит и говорит, я вообще как сюда попал, ничего не понимаю. Кого, какой за хей, куда залез, кому он там, кто с кем встретился, я вообще ничего не... Главное досиди до конца. Я раньше тоже ничего не понимал. Вот досиди до конца, не знаю, сколько раз до конца надо досидеть, у всех по-разному, но главное сиди, слава Господу. Придет время. Понимаете, иногда мы смотрим на Божьи благословения, и они настолько большие для нас, что нам даже страшно, даже как вот тут написано, иногда даже ужас берет. И ты не понимаешь, да? Это реально благословение, или как это понять? Друзья, очень серьезно, когда мы читаем Слово Божие, действительно Бог очень много имеет для нас, но мы не всегда способны увидеть это, и тем более принять это, и войти в Его благословение. Поэтому какие-то вещи, друзья, почему они сегодня, ты не имеешь что-то в своей жизни? Потому что ты еще не готов, ты не готов их принять. Они просто раздавят, они тебя могут раздавить, сломать. Откройте, пожалуйста, числа, 13 главу. С первого стиха мы будем читать. Тоже очень удивительная история. Я думаю, многие тоже знают эту историю израильского народа. И мы знаем, что Бог приготовил им землю, и эта земля, написано, где текло молоко, мед там, это было благословение от Бога. И Моисей, и Моисей, он выводит израильский народ из Египта, и они идут к этой земле, которую Господь приготовил, к этому великому благословению, которое Бог сам сказал, даже не один раз, он много раз это проговаривал, начиная с Авраама. Он говорил, и народ израильский, он знал об этом, он слышал это слово. И вот приходит этот момент в их жизни, когда они стоят на пороге того, чтобы войти в то, что им пообещал Господь. На пороге того, чтобы войти в то благословение, которое Господь приготовил для них. И я хочу, чтобы мы увидели и посмотрели, как они реагировали, и что происходило с Божьим народом в их жизни, что произошло в их жизни. Числа, 13 глава, мы будем читать с 1 стиха. «После всего народ двинулся из Осерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилю. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». Друзья, они готовили разведгруппу. Для того, чтобы пойти и посмотреть, оценить обстановку. И я хочу обратить ваше внимание. В этой разведгруппу, ну, там, в Библии их называют, с аглидатами, это были разведчики, которые должны были посмотреть, что происходило. Израильский народ от земли обетованной отделяла река под названием Иордан. И вот они подошли к этому рубежу, и была речка, и Господь сказал, чтобы Моисей, он отправил 12 человек. И послушайте, там написано, те люди, которые пошли смотреть эту землю, это не были случайные люди, это не были, знаете, кого не жалко. Отправь. Там написано, туда пошли самые главные. Это были главы от каждого колена израильского народа. Это были, ну, самые, так сказать, ну, будем говорить, мудрые, да, способные люди. Однозначно, главами, ну, никогда, ну, не поставили бы людей, знаете, глупых каких-то, недалеких, да, не знающих своего дела. И Господь говорит, туда должны пойти самые главные. То есть, самые главные, они должны пойти и посмотреть эту землю, и дать оценку той ситуации, которая там происходила на той земле. И вот, посмотрите, что было дальше. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню. И все, они, мужи, главные у сынов Израилевых. Видите, повторяется даже... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok